Особенные семьи, особенные детки с непростыми судьбами и проблемами, связанными со здоровьем. Для сотрудников территориального центра обслуживания населения Московского района это их подопечные, почти родные, жизненную ситуацию которых они знают как свою. И горести, и радости здесь принято делить поровну. А стремление облегчить все невзгоды, устроить праздник – это первая очередная задача для каждого, кто работает здесь. Такое повелось, что это семьи особенные и мы уделяем им особое внимание. На обслуживание у нас находится в Московском районе 650 семей, и поэтому это категория, которая требует наше внимание и ухода. В данном случае мы сегодня выбрали наиболее таких важных семей, это будет пять семей, в которых воспитываются трое и более детей инвалидов. И наши специалисты поздравят эти семьи. Сказано – сделано. Основной принцип работы территориального центра и волонтеров БРСМ. Экипаж заряжен, подарки погружены и в путь. Первый адрес и первые особые зрители – небольшого, но очень дружного представления. Улыбки на лицах детей и живая реакция на заводные конкурсы и песни вместе с клоунами стали главной наградой за старания артистам. Каждый год мы помогаем территориальному центру Московского района поздравлять деток-инвалидов, приходим к ним, делаем небольшую развлекательную программу, дарим им подарки и много-много с ними разговариваем, улыбаемся, в общем, пытаемся дарить тепло и доброту, которую только можем дать. Дети не отличаются с инвалидностью и обычные. Они все веселые, радостные. И это действительно так. В каждом доме, куда приезжали волонтеры и сотрудники территориального центра, царила любовь, радушие, гармония и позитив. Ведь только так, по мнению любящих родителей, можно преодолеть все жизненные невзгоды. А мы дружим. Мы равны с детьми. Даем им голос, право им, чтобы они свое мнение высказывали. Вот так вот, на позитиве, с улыбкой. Позитив и улыбки царили и на еще одном мероприятии, проводимом в этот день в городе. Флэш-моб развернулся на центральной улице Бреста, вовлекал всех горожан в атмосферу праздничного движения. Рядовые прохожие становились непосредственными участниками акции, проводимой Брестским мясокомбинатом на Советской. А главными действующими персонажами, исполнителями, участниками конкурсов и забавных розыгрышей, сопровождающихся искрометными юмористическими комментариями шоумена Евгения Булки, были, конечно же, дети. Десять, девять, восемь, семь, шесть, семь, четыре, три, два, один. Десять, на последней секунде правильный ответ – котлета! Детский смех в этот день был самой высокой наградой для каждого взрослого, стремившегося подарить праздник ребятам. И самые главные слова – все пожелания шли в этот день только от сердца. Я хотел бы пожелать, во-первых, конечно, терпение, здоровье и благополучие. Самое главное – здоровье, наверное, как все говорят, чтобы детки росли счастливые, веселые, радовали и мам, и пап, и бабушек, и всего им хорошего, чтобы были жизнерадостные, и все у них получалось. Самое главное – я желаю здоровья детям, счастья по жизни ангела-хранителя, ну и пускай они, самое главное, будут здоровы и счастливы, и побольше таких праздников детям. Главное – это здоровье, чтобы наши дети были здоровы, чувствовали себя побольше детьми, и побольше, вот это детство продолжалось, чтобы мы, родители, могли дать им от себя максимально больше воспитания в развитии и заботе, праздником всех детей. Я желаю детям счастья, здоровья, любви, удачи. Чтобы все детки были здоровы, умыли, чтобы родители их любили, им отбалывали. Самое важное, что я хочу пожелать детям – это оставаться любопытными, интересоваться всем, что происходит вокруг, вникать в суть, убедиться в том, что в жизни есть не только смартфоны, не только компьютеры. Почаще обнимать маму и папу. И самое важное – обязательно попросить у мамы пап, братика или сестричку. Поверьте, это вы оцените. Может быть, чуть позже, но непременно оцените. Продолжение следует...